Если у одной хозяйки гибнет последняя герань, то наши героини способны любой скучный пейзаж превратить в настоящее произведение искусства. Это телепроект «Человек в городе» и я приглашаю вас практически на Фиджи в гости к Татьяне Звездочкиной. Моя героиня заставила задуматься над одним любопытным вопросом. Кем нас видят незнакомые люди? Можно ли угадать профессию по внешнему виду и привычкам? Тогда во мне видят водителя маршрутки, потому что у нас есть служебный транспорт, большой такой достаточно автомобиль, который напоминает маршрутку. И когда в нем сидят рабочие, весь автомобиль наполнил лопатами, тележками, чем-то еще, и я за рулем. Но это выглядит забавно, правда. Татьяна Звездочкина решила освоить профессию, где нужно одновременно быть романтиком, прагматиком, натурой творческой, иметь математический склад ума и обладать инженерными навыками. Мне кажется, это бесконечное число профессий, потому что нужно быть и психологом, архитектором, и художником, и ботаником, и почвоведом знать, какие-то основы медицины, потому что мы сталкиваемся с аллергией, с чем-то еще таким. И все ради особого искусства – своеобразной живописи на холсте природы, позволяющей превратить серый участок земли в настоящий оазис. Вот уже несколько лет Татьяна осваивает ландшафтный дизайн. Сад – это как продолжение дома, поэтому человеку должно быть в нем комфортно, не модно, а вот именно хорошо, чтобы там отдыхала душа. Это как ребенок, он сначала маленький, такой вот неокрепший растенец, и потом потихонечку подрастает, развивается, становится красивым, крепчает. Она знает, как упорядочить самые буйные фантазии с помощью механики, геометрии и химии. Пока заказчик представляет яркий сад, альпийские горки и удобные скамейки на своей лужайке, в голове дизайнера роятся сложные схемы. Где разбить дорожки, как спроектировать оросительную систему и какие растения высадить по соседству. Тренд – это челси. Мы ориентируемся все-таки на желания наших клиентов, потому что кому-то дорога яблоня бабушкина в саду, кто-то хочет розы, кому-то что-то вот интересно, вообще минимализм полный. Была девочка маленькая, ей тогда, наверное, лет 8 было, 10, и очень хотелось иметь японский садик. Она бредила Японии, все это изучала, читала книжки. Сад был такой конкретно русский, русский такой дом, сруб деревянный, в сосновом лесу, колодец, калины росли. И вот пришлось хорошенько подумать, как можно было привнести вот что-то японское в чисто вот такую русскую культуру. Видимо, так же, как в снежную рязанскую зиму добавить теплых фиджейских узоров, кокосов и предметов из ракушек. Именно ограненный бриллиант Тихого океана – острова Фиджи – подарили ей вдохновение. Такие воспоминания яркие, вот и пестрые, как цветы тропические. Только наша женщина может оставить работу банковского аналитика, собрать чемодан и на полтора года отправиться с мужем на острова, где в прямом смысле слова – начинается новый день. Вот где по-настоящему пригодились английский язык и предпринимательская нотка. Очень все здорово, интересно получилось. С нами уехали наши друзья, то есть мы там были не одни, нам было не скучно. Мы повстречали еще там много замечательных, интересных людей, и русских, и нерусских, и вообще со всего мира. Даг Кинг, он вообще родом из Южной Африки. Это нам Трампчан, она из Таиланда. И вот мы двое из России. Очень-очень такие разные колоритные у нас были друзья. Там же очень красивые горы, озера, что-то такое, то, что не касается моря. И туда не очень много было всяких таких направлений. Мы открыли одно, показали, в общем, это вот направление в горы, на водопады, горные озера. Были там баги, квадроциклы. Вот мы этим занимались. Голубые лагуны и вечно зеленые леса так и не смогли вытеснить из памяти полупрозрачную дымку и нежные российские краски. Она скучала. По настоящей весне и теплым проталинам. Я постоянно звонила папе по скайпу. Папа, покажи, покажи, что у меня там, как оно взошло. Тюльпаны, нарциссы, вот как они цветут. Я плакала перед монитором. Ругалась на эти тропические цветы, что они все время одинаковые. В том, что в Рязани стала одним профессиональным ландшафтным дизайнером, больше заслуга этой маленькой принцессы. За месяц до ее появления на свет Татьяна твердо решила. Становиться мамой она хочет только на родине. Смешная такая фотография. Катерина здесь похожа на мальчика. Сделали нам эту фотку в детском саду. Ну, в общем, вылитый папа, как мы сказали. Муж у меня, кстати, тоже поменял кардинальную профессию. Сейчас он вообще летчик. Который всегда готов спуститься на землю ради новых экспериментов. Даже обыкновенный ремонт претендует на очередной рекорд. Если верить Татьяне, на то, чтобы превратить типовую рязанскую квартиру в зону челаут, ушло ровно 4 дня. Вот это даже репродукция, она нам греет душ. Мы вспоминаем фиджи, вспоминаем пэнни. Вот подушечки эти были сделаны из ткани, на которые национальный фиджийский узор. Это называется массе фиджийцам. Вот эти вот коричнево-черно-белые тона – это их национальные узоры. Каждый из них что-то значит. А вот цветы в доме пока только искусственные. Этот вопрос как раз на повестке. На фидже геликоне что-то вроде наших гладиолусов растет в каждом саду. Я растения любила и до этого, у меня был свой маленький садик в Рязанской области, село Тырнова. Но вот именно то, как эти растения скомпонованы красиво, как это все растет и какое это может быть вообще, я увидела на фидже, начала интересоваться именно растениями как таковые. Это было идеальное место для обучения. Еще не имея ботанического образования, она буквально ползала с фотоаппаратом над каждым цветочком. Когда в собственном саду закончились неохваченные фантазии участки, Татьяна Звездочкина взялась за друзей. Она оказалась такой прилежной ученицей, что сам Энтони Пол, это английский дизайнер, отметил ее конкурсную работу «Сад Ила Марсианские хроники». Где-то пригодились мои знания филологические, потому что когда-то давно по Раю Брэдбери я защищала диплом, и тут как-то вот придумался такой сад Ила из «Марсианских хроник», и как-то это все соединилось, литература, искусство, растения, сад. Сегодня она умеет делать своими союзниками природный ландшафт, климатические условия, разнообразные почвы и даже погоду. Сад – это музыка, застывшая в цветах, и в нем не должно быть ни одной фальшивой ноты. Сам по себе этот сад, как вот отдельно, он может быть очень хороший, но он должен быть вписан как бы в окружение, он должен быть гармоничным, созвучен со всем, что его окружает – архитектура, какие-то строения, может быть, лес, луг, все, что рядом. Это все должно быть обязательно предусмотрено, продумано. Ее ближайшие соратники – это коллеги из Самары и Новосибирска. Современные технологии легко позволяют ландшафтным дизайнерам работать удаленно. – Восхищаюсь их работой, потому что они настолько как-то преданы этому делу, они настолько любят свое дело, что вот можно сесть и смотреть на них бесконечно, как они вот рисуют, что у них получается. То есть они большие молодцы, и нас связывает, ну, скорее не бизнес, а что-то такое более теплое и более дружеское. Сегодня Татьяна – хозяйка бабушкиного полисадника. Пышные юбки георгинов и сладкий запах пионов вдохновляли нашу героиню с раннего детства. А вот талант правильно сочетать цвета и фактуры оказывается от дедушки. Он тоже очень любил рисовать. Я настолько люблю Россию, природу России, что для меня вот путешествовать по России – это настолько важно. Я всегда мечтала попасть на Алтай и всегда мечтала попасть в Карелию. И в прошлом году мне это удалось. Как губочка мы все впитываем в себя, все вот эти вот красоты, которые мы видим в Горном Алтае. Например, у меня просто был экстаз, когда я видела все эти растения в своем ареале обитания. И мне хотелось сказать, остановите, пожалуйста, машину. Я лягу в это поле, наполненное вот этими яркими купальницами, цветами, и буду в нем лежать и плакать от счастья. Когда мы были высоко в горах, я увидела, как баданы растут там просто полями целыми. Настоящие дизайнеры всегда стремятся к большему. Сейчас Татьяна Звездочкина учится на первой ступени в Московском институте гештальта и психодрамы. Это поможет лучше находить общий язык с заказчиками. Мне кажется, все-таки я больше не бизнес-вумен. Я больше человек, который очень любит свою работу, творчество, очень любит растения. И мы собрали такую команду таких же людей, которые безумно любят свою профессию. Дизайнеры, клиенты, они друг друга находят по душе, как-то душой. То есть пойдет к одному человек, к другому точно не пойдет. И у каждого, правда, свой гриб в нашем глазастом лесу. Она уверена, когда жизнь становится очень стабильной, нужно доставать чемодан и ехать за новыми впечатлениями. Есть что-то безумно красивое и романтическое в том, чтобы иногда менять картинку за окном.